Признать свою зависимость. Книга пророка Осии, глава 11, 12 стих, по глава 12, 14 стих. Окружил меня Ефрем ложью и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога и верен был со святыми. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром. Каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится Елей. Но и с Иудою у Господа суд. И он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще во чреве матери запинал он брата своего. А возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вефиле он нашел нас и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий и Егова имя Его. Обратись и ты к Богу твоему. Наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананьянин с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит, однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь Бог твой, от самой земли египетской, Опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника. Я говорил к пророкам и умножал видения, и через пророков употреблял притчи. Если Галаад сделался овеном, то они стали суетны. В Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней, на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него. Размышления, часть первая. Уповая на Бога своего. Книга пророка Осии, глава 11-12 стих, по глава 12-6 стих. Вместо того, чтобы уповать на Бога своего, израильтяне заключают союзы с Египтом и Осирией, потому что не на защиту Божью надеются, а на военную мощь чужеземцев. И однажды они пожнут последствия своих успехов и неудач, как некогда их предок Иаков. Предостерегая народ, пророк призывает его вернуться к Господу, быть верным и справедливым, и уповать на Него. Иной раз, не чувствуя себя в безопасности, мы начинаем искать помощи, и зачастую первым делом ищем ее не у Бога, а у других. Или теряем терпение, и пытаемся найти путь к успеху сами. Но в ожидании Божьего действия давайте оставаться верными и справедливыми и уповать на Бога своего. Применение. В какой ситуации вы вместо того, чтобы первым делом обратиться к Богу, полагались на других? Как в ожидании Божьего действия вам оставаться верным и справедливым? Размышления, часть 2. Истина и только истина. Книга пророка Осии, глава 12, с 7 по 14 стих. Люди обманывают себя и других. Они верят, что ни в чем не виноваты, и не считают себя ответственными за то, что постоянно живут во грехе. И однажды они пожнут последствия своих действий. Потому что Бог знает истину, говорит истину и действует по истине. Здесь очевидна прямая связь между осознанием истины и послушанием. Обманывая себя, мы легко можем впасть в непослушание. И наоборот. Принимая истину, а наши глубочайшие потребности в Боге, мы будем искать Его и жить согласно Его воле. применение. Давайте будем честны сами с собой, с людьми и с Богом, и будем жить в Его истине и благодати. применение. В каких областях жизни вы испытываете искушение быть нечестным или непослушным? Что может помочь вам быть честным с самим собой, с людьми и с Богом? Молитва дня. Отец Небесный, спасибо за Твою неизменную любовь и истину. Я стою перед Тобой в благоговении и трепете, потому что любовь Твоя ко мне не перестает. Помоги мне, когда я искушаю поступать нечестно или проявлять непослушание, обращаться к истине, чтобы ходить Твоими путями. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь. Дорогие друзья, мы запускаем телеграм-канал издательства. В канале мы будем публиковать ежедневное тихое время, делиться анонсами новых книг и мероприятий, рассказывать о жизни издательства. Из-за трудностей в работе Ютуба мы очень хотим продолжать оставаться с Вами на связи и приглашаем присоединиться к нашему телеграм-каналу. Мир Божий, дорогие друзья, у нас для Вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для Вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok